Врачи, санитары, фельдшеры, медсёстры местом их подвига в Великую Отечественную войну были поля ожесточённых сражений в госпитале. В числе сотен тысяч медицинских сестёр, которые выдержали суровые испытания, Ксения Прокопьевна Редькова. В гостях у ветерана побывала наша съёмочная группа. Я всегда шустрая была, боевая, ничего не боялась, рассказывает о себе Ксения Прокопьевна. В семье было 10 детей, но мне, как младшенькой, повезло. Я смогла получить хорошее образование, выбрала тогда профессию врача. И тут война. Ксению призвали в первый запасной полк, который формировался тогда в Чубоксарах. А затем перебросили в Подмосковье, где уже шли бои. Первый же день, бомбёжка, снаряды рвались уже у нас. Но такое время приказ медиков перепросил на уличные бои. И вот уже мы собрались с санитарными сумками в город, в уличные бои. А там сколько было раненых, обожжённых и раненых. Многое пришлось повидать. Ксения Прокопьевна вспомнила, как ей однажды доверили сопровождать разведчиков через Волгу на случай, если понадобится медицинская помощь. В полском идём, и наши заметили три фигуры. Наверное, говорят, немцы. Из наших частей не должно быть где-то тут. Тихо-тихо подойдём, говорят, уложим их всех. И сняли оружие у них, документы. Двух привезли мы. После рассказывала начальник, говорит, они удивились, что у вас мадам ходит на разведку. Медицина – это призвание. После войны Ксения Прокопьевна поступила на службу медсестрой в МВД. И всю жизнь ворму носил. Атестованной была ведь всю жизнь до ухода на пенсию. Даже в таком преклонном возрасте Ксения Прокопьевна занимается рукоделием. Научилась этому на курсах, как только пришла с войны. Одинаково. Это тоже так же будет. Даже спустя столько лет она помнит фразу, которую говорили смертельно раненые солдаты. «Сестричка, милая, живи за нас». «Поэтому, наверное, так долго и живу», – с грустью говорит Ксения Прокопьевна. «В этом году ей исполнилось 103 года». Богдана Дойникова, Валерий Рязюков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова